И сегодня эта история будет про то, как я вообще попал на эту конференцию. Она была достаточно интересная. В какой-то замечательный день Дима мне по Фейсбуку написал «Дима, Дима, вот там 18-19 я говоря, что-то будет в Одессе про контент». «Наверное, вы же там в фронтенах что-то делаете, наверное, что-то сможешь рассказать, получится ли я приехать». Я тогда ответил, что «Ну, наверное, получится, на те даты у меня ничего запланировано не было». А потом через пару дней приходит мне в почту письмо с объявлением о конференции, и я там большими буквами написан, что я уже участвую. Поэтому деваться было некуда, пришлось в хорошем смысле этого слова участвовать. И тогда появилась вторая проблема для меня – это чего же все-таки рассказывать. Я вот когда посмотрел на ту программу, которая была уже на тот момент, когда это все происходило, там были расписаны всякие могучие, разные, интересные фреймворки. Я как-то чуть-чуть даже с них духом, потому что мы хотят чего-то интересного делаем, чем я скажу позже, но в фреймворках своих не пишем. В чужих фреймворках тоже как-то особо много не используем в силу специфика того, чем мы занимаемся. И я вот думал, 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 и в конце концов решил о том, что рассказывать нужно о том, о чем ты знаешь больше всего, а лучше еще о том, с чем ты сталкиваешься каждый день и чем ты занимаешься каждый день. И поэтому я сегодня попробую вам рассказать о почте МАЛ-приложениях. Но не о почте МАЛ-приложениях с какой-то такой вот технической стороны, потому что технических докладов и рассказов интересных будет много и без меня. Я попробую рассказать какую-то историю, мифологию, почте МАЛ-приложений и какую-то проекцию из этого, если получится, построить о том, куда это все будет развиваться в будущем и развивается уже сейчас. И, соответственно, когда я говорю, что я хочу рассказать вам об этом, опытливого слушателя, который вам моделирует вот этот вот самый некритовский мальчик, и должен будет возникнуть вопрос. Ну, хорошо, ты нам собираешься об этом рассказать, а кто ты вообще такой, чтобы нам об этом рассказывать? Соответственно, почему я такой, почему я об этом рассказываю? Да, просто потому что я работаю в компании Rulab. Ты чуть поближе, потому что здесь плохо слышно. Хорошо, я буду стараться. Да, работаю я в компании Rulab. Моя должность называется CTO. Чифи тарелочки, офисер. Вот главный по тарелочкам нашей компании – это я. И то, чем мы занимаемся, это мы делаем из обычных, ну, на данный момент десктопных приложений, приложения, которые ведут себя как HTML-приложения, работают в браузере, так, что пользователям ничего вообще устанавливать не надо. И при этом мы еще стараемся сделать так, чтобы эти приложения выглядели и работали максимально, ну, вот, нативно, что ли, для той платформы, на которой пользователь с ними работает. Вот мы начали с того, что стали запускать OpenOffice и связанные с ним офисные продукты на десктопе в разных браузерах. Потом мы доработали нашу технологию для того, чтобы она работала на iPad. На конференции демо в 2012 году мы запустили этот наш новый продукт. И с тех пор, вот, интересно, для выступления на демо дается каждой команде 6 минут. И это выступление записывается на видео, а потом выкладывается на YouTube. Как вот за всю историю всех записей и выступлений на демо наша презентация OpenOffice на iPad сейчас на YouTube, на канале этой конференции, имеет наибольшее количество просмотров. То есть народу это интересно. И вроде бы как мы занимаемся тем, что людям нужно. Мы создаем из обычных приложений HTML-приложений. У нас есть какое-то количество на нашем сайте. И мы даем пользователям, вот, как я уже говорил, возможность работать с ними на iPad. Причем это вот все происходит в браузере, в HTML. Мы работаем на Chromebook. Дерминас, по большому счету, никакие нормальные приложения не работают. OpenOffice Writer имеет на сегодняшний день, один из наших продуктов, которые есть в Chrome Web Store, имеет больше 30 тысяч установок. И вот есть пользователи, которым это нравится. Они об этом даже говорят в Twitter. Вот поэтому я чуть-чуть расскажу о том, как мы смотрим, что мы знаем про HTML-приложения и чем можем поделиться и вам сказать из нашего опыта. Это была первая, вторая и третья история. Поэтому теперь начинается четвертая история. Я люблю тоже зачастую свои рассказы начинать с того, что было давным-давно, когда жили динозавры. Ну, в этот раз я начну просто с прошлого столетия, а не с динозавров. То есть динозавров с 1999 года. И, соответственно, вопрос к вам. Чем знаменит 1999 год? Ну, на самом деле, в первую очередь он знаменит тем, что я в 1999 году закончил школу. That's the first thing. Вторая вещь, которая знаменит 1999 год, это тем, что в Европе стало ходить Евро. И третья вещь, которая знаменит 1999 год, это то, что в 1999 году Microsoft выпустила интернет-эксплогер PFC 5, в котором появился первый вариант того, что мы сейчас знаем, людьми используем XMLHttp Request. И также там появилась такая замечательная штука, как HTML Applications. Microsoft разработала технологию, которая позволяла на JavaScript, или VB-скрипте, или J-скрипте на тот момент Microsoft любил такие слова, HTML, собрать какое-то приложение, которое работало и выглядело почти как настоящее приложение, насколько это можно было себе представить в то время. Но помимо того, что в 1999 году случились вот такие вот замечательные события, я закончил школу, начал учиться в университете, и одно из словосочетаний или слов, которые будоражили мой инженерный ум, были слова General Purpose. И когда у нас начинались разные дискуссии про языки программирования, платформы и тому подобные вещи, на втором или третьем аргументе возникало вот это вот самое замечательное General Purpose. Является ли платформа, язык программирования или что-то языком общего назначения. То есть чем-то, на чем можно написать почти все. Ну и естественно, в 1999 году ни у кого не было сомнений, что C++ это General Purpose, язык и платформа программирования Delta, сомчик Паскалем, Java, которая более-менее начинала набирать обороты и даже Basic, были платформами общего назначения. На них можно было писать достаточно широкий класс приложений, которые делали очень разные вещи, работали на разных операционных системах и платформах. Ну, почти все есть. И если бы тогда у кого-то, ну, например, у меня спросили, JavaScript это General Purpose платформа или General Purpose язык программирования, естественно, в тот момент мы бы все, я уверен, дружно сказали, что нет. Да, на первом скрипте можно написать скриптик, который спросит у пользователя, ты точно хочешь уходить с этой страницы или все-таки, может быть, останешься, но ничего более сложного обычно тогда не писалось. Но это было в 99-м году, мир потихоньку начал меняться и начал он меняться с того, он-то начал меняться, но он еще не доменялся до такой степени, как знаем его мы сейчас. Вот если сейчас посмотреть на то, что вот Артема стоит на коленях, у ребят лежит на блокноте такой маленький, такой компьютер интересный, вот таких компьютеров и такого мира, который есть сейчас, в 99-м, начале 2000-х годов не было. Были большие десктопные компьютеры, а если были и не десктопные компьютеры, то они все равно были большие и десктопные и дорогие. Но это было уже время, когда пользователи, пользователи, очень хорошее слово, люди, начали пользоваться компьютерами не только на работе, чтобы сделать какой-то отчет на большинстве в Excel, но и стало получать распространение пользования компьютером как на работе где-то в офисе, так и дома. Но обычными, такими большими десктопными потому что портативные компьютеры были тогда еще ужасны, ужасно дороги, ужасно медленные и ужасно неудобные. И у пользователей потихоньку начала возникать проблема, а что же, как же мне быть, как же мне сделать так, чтобы я с одним файлом или с чем-то работал, работал в офисе, а потом мне надо поехать забрать ребенка из садика, потом уже все-таки поехать домой, но вот эту вот штуку еще нужно доделать. И пользователи начали искать разные пути, как им это обводить, флешки, вот эти вот дискеты, диски, всякие вот эти вот штуки, про которые мы знаем. Но, к счастью, в это же время стал стремительными темпами развиваться интернет. Количество пользователей интернета по разным категориям стран на 100 человек. Вот какое-то такое процентное соотношение. И мы видим, что вот здесь вот, пардон, не будем забегать вперед, вот здесь вот в районе 2000-х годов это вот все растет быстро, замечательно и здорово. И вот для тех людей, у которых десктопный компьютер стоял на работе и десктопный компьютер стоял дома, и они хотели делать примерно одинаковые вещи и там, и там, начали появляться веб-приложения. Как решение проблемы поработать и сделать одно и то же в разных местах. Что достаточно сложно решалось путем переноса файлов либо установки программ на все свои компьютеры, что было неудобно. И народ начал потихоньку принимать идею того, что веб-приложения это все-таки прикольно. Я с любого компьютера зашел, могу что-то сделать и как бы решить поставленную передо мной задачу. Но веб-приложения, если мы вспомним, там их, наверное, не так уж много было, в те времена. Но даже те, которые были, они были, как говорит наш общий знакомый, ужасны чуть более чем полностью. И так продолжалось до тех пор, пока в 2000, около 2004 года Google не показал Gmail. И, наверное, Gmail стал первым таким мажорным известным веб-приложением, который стал забирать пользователей у приложений десктопных. Потому что Gmail реально было удобнее пользоваться в вебе, чем подключить к нему какой-то традиционный имейл-клиент и чего-то как пытаться с ним сделать. И вот этот выход Gmail и вот то, что происходило рядом примерно в это же время, это было вот это вот самое перешагивание для веба и HTML-приложений с какой-то такой вот гиковской штуки, гиковской забавы, во что-то, во что народ действительно верит, хочет использовать и что народ просит у разработчиков. Любимый вопрос середины 2000-х годов о вашем приложении. Есть веб-интерфейсе, чтобы его можно было дать не только тому человеку, который каждый день с ним работает, но начальнику посмотреть какие-то отчеты, не делать для него какую-то совершенно отдельную штуку, а в той же системе посмотреть какие-то отчеты. Либо поработать откуда-то, уехав в командировку и не везя с собой ноутбук, который тогда тоже был еще достаточно не очень распространенной игрушкой, а просто взять какой-то безтопный компьютер там, где ты будешь, в интернет-кафе или в новом офисе в другом каком-то месте и продолжить с того же места, где ты остановился. И, наверное, золотым временем для веб-приложений, когда в них все верили, был вот этот момент, как вы знаете про него не так давно, сегодня 18 часов, 11 дней назад мы отмечали 7-летие презентации первого айфона и, как вы все помните, в первом айфоне апстора не было. Это же такие апологеты нативности, удобности, быстроты и всего, что связано с натив-приложениями, как Apple, тогда говорили, чуваки, вам этого всего не надо, можно все сделать на HTML и вебе. И оно все будет работать, потому что у нас есть самый лучший в мире паузер в Safari, ну и вот это вот вся история. Конечно, они через полгода поменяли свое мнение, но вот эти вот полгода HTML-приложения были королем. Все, все, кто был связан с этой индустрией, верили в то, что HTML-приложения это большое будущее. потому что есть куча классных вещей, которые с помощью HTML-приложений можно решить намного проще, быстрее. Ну вот, вот это вот вся вот эта вот история. 2007-й год, с 9 января примерно по какой-то 27 октября, когда Apple объявила, что не буду делать для App Store, это вот был пик веры в HTML-приложения. Такая вот кумбая, потому что это то время, когда и инструменты были готовы на HTML-е, с CSS-ом, с JavaScript-ом можно было сделать не хуже в большинстве случаев, чем на этих, по крайней мере, с точки зрения внешнего вида. Устройства тоже были готовы, появился iPhone, который можно носить с собой, и в котором HTML, и CSS, и JavaScript были почти что first-class, все first-class citizen, и товарищ Джобс на этом делал акцент. И пользователи были готовы, они уже поняли к тому моменту преимущества, которое им дает использование веб-приложений, чтобы можно работать с любого устройства везде и всегда. Ну, конечно, нужно иметь подключение к интернету, нужно, чтобы оно было более-менее быстрым, нужно, чтобы девайс тоже был более-менее capable, но это уже все можно было делать. И, ну, в общем, все жгли костры, модели хороводы, но потом жизнь начала вносить свои коррективы. Хотя все это было хорошо и замечательно, тот самый iPhone показал, насколько более удобными, зачастую, и насколько более capable, имеющими больше возможностей, могут быть нативные, родные приложения, которыми пользуются люди. Но их оппи с тех пор такая вот околтелая, околтелая не очень правильное слово, но такая вот беззаветная вера в HTML, как будущее нашего всего, наверное, пошла на упыль, как было нарисовано на предыдущей картинке, мы прошли пик и стали просто спокойно к этому относиться, к правде жизни и принимая как данность то, что со многими приложениями мы работаем как с приложениями, написанными на вебе. Но некоторые ребята, как вы знаете, подхватили флаг HTML это наше все и JavaScript это наше все. Вы наверняка знаете тех, кто здесь перечислен Google со своим Chrome OS, который в принципе тоже набирает обороты. Вот мы по нашей статистике использования Rulab видим, что количество Chromebook постоянно-постоянно растет. Особенно вот в это Рождество там прям всплеск такой был. Ну, вернее, не всплеск, а ступень. Куча народу друг другу подарила дешевые ноутбуки на Рождество, а мы потом распаковали их под елочкой и начали искать, а что же с этим устройством можно сделать, кроме как смотреть котиков на YouTube. Некоторые из них, к счастью, пришли к нам и мы им показали, что можно привычные, удобные, мощные приложения запускать и на Chromebook. Они там тоже себя чувствуют более-менее хорошо. В августе, если я правильно ошибаюсь, с 2015 года Amazon в свой App Store добавила App Store, который для Amazon. Amazon App Store, который для Android. Добавила возможность публиковать там HTML-приложения, HTML-веб-приложения. Их даже не нужно запаковывать в какую-то обертку или что-то такое нативно-Android. В Amazon App Store можно просто, грубо говоря, запихать URL, по которому приложение запускается и оно будет запускаться и в App Store представлено в одном ряду с обычными приложениями для Android. При этом они обещают, что для кинглов рантайм, который доступен этим приложением, как-то оптимизирован, там что-то будет работать более лучше, чем хуже. Но это слил времени с NBC. Насколько я знаю, там HTML-приложений на сегодняшний день еще не так уже много и вот мы для себя как для рулапа распатрилим это как одну из возможностей доносить то, что мы делаем для большего количества пользователей. Ребята из Тайзена, кто-то слышал о Тайзене. Классно. Я что-то думал, что я буду одним, только одним слышал о Тайзене. Ребята из Тайзена пошли вообще другим путем и сделали смелый шаг и сказали, что для нашей операционной системы, для нашей платформы приложения можно разрабатывать на одной из двух технологий. Первая технология угадайте какая? 2013-2013 год, мобильные приложения. Это было бы интрига. Интриги нет. HTML, JavaScript. First Class Development Platform для Тайзена. А второй вариант какой? C++. Как это не парадоксально, но у них C++ и JavaScript стоят в одном году. При этом то, что они дают JavaScript как платформу и как API в принципе находится на одном уровне с тем, что можно делать на C++. Делать полностью родное приложение. Ну и сначала почившая в базе WebOS, который разработал Balm, потом пытался подхватить HP, а сейчас вроде бы как снова поднимает на щит или на щит поднимает флаг WebOS и LG. Тоже, как мы помним, JavaScript и HTML лежали в корне всей всей платформы и многие говорят, что они лежали в том числе в корне того, почему она зашла и не хватало реформации каких-то таких вот вещей. Ну то есть тема с HTML приложениями, хотя и заднулась на iPhone, продолжает все еще в некоторых местах жить и бурлить и нам от этого никуда не деться. И несмотря на то, что HTML приложения и все технологии, связанные с этим, имеют достаточно короткую историю, они все равно уже успели обрасти некоторым количеством мифов с ними связанных и вот я сейчас некоторых из этих мифов, о которых мы набили шишки пробую вкратце рассказать. Еще немного времени остается. Наверное, на вопросы времени особо не останется, но меня можно будет найти в QR-ах, чтобы какие-то детали выяснить, если я сейчас не смогу их рассказать. Первый замечательный миф, что у нас все стандартно совместимое. у нас есть один html, единый javascript, и мы один раз написали, и оно везде работает. Тут правильно сказать kind of, sort of, maybe sometimes работает. Потому что в целом для простого, относительно простого приложения, где мы пользуемся, где мы не входим чересчур далеко за рамки того, что входит в html и в javascript в виде таких базовых функций, скорее всего будет работать достаточно хорошо. Но мы в рулапе делаем немножко более сложные вещи, мы копаем на самом низком уровне, до которого только можно докопаться. И несмотря на то, что да, браузеры стали более совместимыми друг с другом, да, устройства работают более-менее похоже в похожих ситуациях, все равно есть шероховатости, с которыми приходится бороться, с которыми приходится бороться, с которыми нужно быть готовым. Иногда это бывает, вот тут ненаверно картинка с бэдпикселом, что все хорошо, замечательно, одинаково, здорово работает, кроме одного малюсенького кусочка. И вот пока ты о нем не знаешь, вроде бы все нормально, все движется, живенько и здорово. Но когда ты о нем узнаешь, начинается куча проблем. Вот я в Италии, как почти год, ну чуть меньше года назад на Одессе Джесс тоже рассказывал о том, насколько браузеры бывают несовместимы друг с другом. Поэтому если вы рассчитываете на то, чтобы свое HTML-приложение распространять на многие платформы, надо заранее рассчитывать на то, что под каждую платформу индивидуально придется его как-то дорабатывать. Если вы хотите сделать его максимально удобным, родным, что ли, для привычных, для пользователей того устройства, которое они будут иметь в руках. Хочу здесь номер три. Наверное, плохо с нумерацией, но на самом деле это номер два. Это еще один миф, что у девелоперов хорошо с нумерацией. Не всегда у девелоперов хорошо с нумерацией. Это второй миф, то, что HTML-продолжение легко доставлять. С одной стороны, да, мы на сервере поменялись чего-то, и все пользователи, которые этим пользуются, взяли, зашли заново, и у них все работает хорошо. Как бы да. Но тут есть проблемы сугубо технически, наверное, связанные с кэшированием и тому подобными вещами, к которым тоже нужно быть готовым. Но иногда, если мы стремимся дать пользователю нашего HTML-приложения такой же экспириенс, как он получает с другими приложениями на этой платформе, нам приходится пройти через ряд проблем. И тут тот же самый iPhone, с которого я начал этот победный рассказ про HTML-приложение, нам сейчас на текущий момент ставит под нож. Вот инструкция того, как проинсталировать это лаб-приложение, HTML-приложение на iOS. Тут не столько важно, что именно там написано, важно, что вот эта цифра 1, нужно нажать на какую-то кнопку сначала. Потом нужно сделать еще какие-то дополнительные действия, нажать еще на какую-то другую кнопку. Потом нужно подправить название или что-то подкорректировать и проверить, что там все правильно. И в конце концов нужно просто добавить кнопку Edit, и тогда приложение будет проинсталировано. Вот мы когда обсуждали вот этот скрин, то некоторые из нас говорили, что вот здесь вот эти слова Just Add это такой особый девелоперский цемент, это не подмучение. Ну, вы просто добавляете кнопку Add, и приложение появляется на рабочем экране, его оттуда можно запускать. К сожалению, не всегда, имея просто одно HTML-приложение, легко донести его до пользователя. У нас постоянные дебаты о том, нужно ли нам пихаться, неправильное слово, а как-то попадать в разные стороны, на разных платформах, и они всегда заканчиваются тем, что да, нужно, потому что проводить пользователя через вот такую вот, ну, не хочется говорить унизительную процедуру, но такую достаточно сложную, трудоемкую, никому не нужно. Потому что пользователь на втором, половина пользователей отпадет на первом шаге, вторая половина пойдет на третьем шаге, и до того, чтобы начать по-настоящему пользоваться тем, что вы можете дать через HTML, пользователь может и не дойти. Поэтому, несмотря на то, что кажется, что приложение HTML легко доставлять, это не совсем так. Мир изменился, и пользователи хотят получать приложение тем способом, который более привычен для платформы и для HTML-приложений, и это не всегда может быть сделать просто. И, наконец, третий, и, наверное, последний на сегодня миф, это про то, я думаю, что ни у кого нет сомнений, что сейчас HTML, JavaScript и CSS это general purpose платформ. И те доклады, которые уже были, и те доклады, которые еще будут, прекрасны этому подтверждением. Те возможности, которые дают фреймворки, инструментарий, доступные нам сегодня, в 2013 году, он практически не ограничен. в JavaScript пишут сейчас все от серверов до каких-то виджетов, которые встраиваются в разные страницы. Но все равно есть одна небольшая подстава. Подстава в том состоит, что, хотя написать можно все, что угодно, есть какое-то количество вещей, которые, даже если не написаны, не работают медленно. И вот пример из нашей повседневной жизни, он следующего плана. Как работает TrueLab? Приложение запускается где-то там на сервере, в нашем контролируемом окружении. Такой себе Windows-менеджер контролирует, какие окошки есть у приложения, что там вообще в нем происходит, и пересылает эту информацию клиенту, который запущен у пользователя в браузе. И часть того, что пересылается сервером на клиент, это данные о содержании окон. Ну, грубо говоря, картинки, сканшоты, как-то так, на фонарь в языке. Так вот, для того, чтобы все работало хорошо и быстро, мы хотим, чтобы объем данных, пересылаемых сервером на клиент, был как можно меньше. Чем меньше данных, тем меньше они идут, тем быстрее их обрабатывать. Но, если на сервере мы можем сжать изображение, использовать какие-то хитрые алгоритмы практически и угодно, то на клиенте мы ограничены тем, что браузер умеет поддерживать нативно то, с чем он может работать быстро. Даже если мы соберем, придумаем какой-то формат, мы бы через это проходили, который позволяет передавать на 20% меньше данных, но при этом он в два раза дольше обрабатывается на клиенте, то выгоды никакой в данном конкретном случае наши руки связаны тем, что браузер быстро умеет обрабатывать только PNG и JPEG. И, соответственно, алгоритмы кодирования и декодирования какие-то быстро работают только те, которые в браузере реализованы на C++ представляются самим браузером как часть API, которая доступна в Java субъектах. Что-то свое написать, сравнимое по скорости с тем, как работают стандартные встроенные алгоритмы, на сегодняшний день к сожалению практически невозможно. И, несмотря на все эти сложности, мы все время в нашей компании все время совершенствуем то, как работают наши HTML-приложения, мы уверены в том, что HTML-приложения скорее всего не будут тем светлым, замечательным будущим, которого, наверное, нам бы всем хотелось, но они обязательно будут важной частью всего ландшафта, индустрии, приложений, устройств и того, как пользователи получают необходимые им функции на компьютерных устройствах. И мы работаем над тем, чтобы это будущее строить и воплощать в реальность. И, наверное, на этом у меня все. Если есть вопросы, у меня, похоже, еще есть пару минут, то я попробую на них ответить, если не успею. Да, есть вопросы. Еще пару есть минут. Очень понятно. У меня такой вопрос. Вы говорили про клиент-селверные приложения. А как вы относитесь именно к HTML-приложениям, которые запускаются и работают только на клиенте? Например, вот Chrome Web Store, там, какие-нибудь... То есть есть ли у них будущее, на ваш взгляд? Ну, я думаю, будущее у них есть однозначно, потому что родственные им приложения, это то, что делает тоже javascript, html, и все работает исключительно на клиенте, необязательно в привязке к серверу. Другое дело, что такое приложение, например, в Chrome Web Store, оно зачастую будет существенным образом полагаться на тот API, который дает непосредственно Chrome. И получается, мы строим не html, 5 веб-приложения. Устроим html или javascript приложение для Chrome, что может несколько сузить рамки его применения и для разработчика уменьшить привлекательность этой затей, потому что, может быть, то же самое можно было бы решить более эффективным, быстрым, удобным способом как для себя, так и для пользователя, который будет с этим работать. Спасибо. Еще. Что еще перенесли в браузер кривыми офисами? Какие еще приложения? Всякие. Ну, как бы, дошли на ответ на этот вопрос, что мы переносим не приложения в браузер, мы разрабатываем технологию, которая позволяет любое приложение запускать так, чтобы с ним можно было работать через браузер. У нас на сегодняшний день, ну, на нашем продакшене, простите, девелоперский термин, там, предложений 80 каких-то есть, но в целом это деятельность, которая у нас почти что поставлена на конвере. Если не возникает каких-то особо нетрадиционных ситуаций, в плане того, как приложение себя ведет, то мы можем практически какое-то приложение за какое-то небольшое время перенести к нам в план. Ну, вот, что это происходит? Происходит так, что приложение запускается на сервере, ну, как в своем родном окружении, и мы с него снимаем, ну, как бы, перехватывая, строим вокруг него оболочку, которая перехватывает приложение, взаимодействие этого приложения с внешней средой информационной системы, какими-то такими вещами. Потом мы эту информацию используем для того, чтобы воссоздать то же состояние нам, что мы используем как праузер. Либо как flash, my pipe, Ну, типа, только лучше. Да, последний вопрос. Да, у меня тоже есть такой вопрос. Насколько я вижу, у вас очень большой опыт переноса различных приложений, которые раньше были на десктопе, в веб. Соответственно, у меня дозревает вопрос относительно того, вот как с вашей точки зрения, какие приложения, которые мы сегодня можем видеть в нативном окружении, хорошо подходят для переноса их веб, а какие не подходят вовсе? Отличный вопрос. Можно немножко расширить тем, что перенос веб, он тоже бывает немножко разный. Если мы переносим веб для работы на десктопе, то фактически любое десктопное приложение можно перенести и оно будет там чувствовать себя хорошо и замечательно пользователи смогут с ними работать. Если говорить уже о более мобильных платформах, то приложения, которые рассчитаны на кулки, которые имеют много мелких деталей, с ними на маленьком экране будут стараться работать сложнее. Плюс есть еще некоторые особенности того, как у нас реализованы некоторые вещи например, пользователи сейчас не разрешаем хранить файлы непосредственно в ролапе, а вместо этого даем им возможность подключить Dropbox, Google Drive это Cloud Storage. И такая связка пока еще не хорошо работает с большими файлями. Есть приложение, есть мы, есть Dropbox, где эти файлы хранятся. Иногда, когда файл достаточно большой, операции взаимодействия с Dropbox могут отнимать много времени. в этом плане приложения, которые обрабатывают большие объемы данных, пока что для нас есть самые лучшие варианты. Не считаете вы, что более перспективно будет развиваться тот нет приложение, которое выливает потом данные клиента в облако, чем веб-приложение? Потому что все мы прекрасно понимаем, что в Украине сейчас нет хорошего вездесущего интернета. И когда я еду в поезде, я не могу выйти в приложение, подключиться к веб-приложению. Мне легче сделать на дискторе, потом прийти в какой-нибудь кафе, получить Wi-Fi и вылить это в облако. Дома я могу точно так же получить на десктоп из облака обратно. Безусловно, это такой перспективный вариант, и он заслуживает внимания. Наверное, если бы мы разрабатывали веб-приложении, если бы я разрабатывал какое-то новое, совсем новое приложение, которое должно работать на разных платформах, то это с очень нулевой вероятностью было бы приложение, которое не веб-бейс, а веб-бект. То есть у него есть какой-то бэкэн где-то там живущий, и что-то живущее конкретно пользователям на устройстве. Это возможно понятно. Что касается того, что у нас в Украине интернет не везде присутствует, он не такой везетный, как, например, в тех же Соединенных Штатах Америки, можно привести цитату из выступления Джобса, когда он презентовал первый фон, и он меняет цитату не Джобса, а цитату, которую Джобс приводил, цитата Войн-Грецкий про то, что, как в экране спросили, почему ему удается быть таким успешным хоккеистом, голов забивать или почему он там хоккей делал, он говорил, что это потому, что я еду не туда, где Шаева находится сейчас, а я еду туда, где она будет находиться, когда я туда приеду. И вот с этой точки зрения мы смотрим на развитие ситуации таким образом, что интернета меньше становиться не будет. Интернета будет становиться только больше. И в тот момент, когда его станет достаточно много, то те приложения, которые мы разрабатываем, ну вот то, что мы делаем, где оно с обычно доступным приложением в клауд, оно как-то заиграет новыми красками. Идет покраще, Да, примерно так. Можно услышать пару слов о том, какие технологии или фреймворки вы вообще используете и тестировали, то есть как у вас это все происходит в приготовлении нашего продукта, так сказать? Это такой объемный вопрос. Мы фреймворков, если говорить о клиенте, вообще никаких не используем, потому что ни один из фреймворков фактически не может нам помочь в том, что мы делаем. Все написано почти что на голом, боссом, в JavaScript, если говорить о клиенте. А на серверной части ну там разные какие-то обычные бетоновские у нас в основном бетон используется на бекенде для разных частей. Ну там то, что есть в бетоне почти все. Ну не почти все, но вот обычный набор используется. Веб, пирамидия, какие-то C, байдинги, C, бота для обзора. Такие вот более-менее обычные вещи. Если детали какие-то, то наверное будет у меня с них обсудить в корне узком. в корне узком. Спасибо.